А миграционная служба продолжает борьбу с нелегалами. В первую очередь в поле зрения инспекторов попадают иностранные рабочие, которые трудятся на городских стройках и в торговых точках. Ксения Епишева продолжит. В этом торговом павильоне, по данным сотрудников полиции, миграционной службы трудится гражданин Азербайджана, разрешения на работу у которого нет. Едва молодой человек увидел сотрудников правоохранительных органов, поспешил закрыться в киоске. Про штурм на торговую точку, конечно, никто не собирался. Полицейские просто вызвали хозяйку магазинчика. Только тогда нелегал сдал оборону. А вот здесь на появление людей в форме и телекамеры отреагировали абсолютно спокойно. Видимо, не впервой. Троих граждан Таджикистана задержали на строительной площадке. Что они здесь делают и кто их допустил до работы, теперь выяснят сотрудники миграционной службы. Для хозяина объекта сюрпризом оказался не только визит правоохранительных органов. Без телекамер мужчина признался, что сам на работу никого не нанимал. Заключил контракт со строительной фирмой, которая выполняет работы. Кто на самом деле является работодателем нелегалов, разберутся полицейские. К слову, за нарушение мигрантов грозит наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей. И, возможно, вытворение за пределы страны без права появляться в России в течение 5 лет. А вот работодателям нелегалов, скорее всего, придется расстаться с куда более серьезной суммой. Сейчас они будут доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Будем выяснять, кто их допустил. Соответственно, за одного человека, за каждого человека будет конкретно наложен штраф лицу, допустившему до трудовой деятельности. Если это физическое лицо, то от 2 до 5 тысяч. Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, от 250 тысяч до 800 тысяч за каждого человека. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города.